всем привет друзья сегодня хотел бы вам представить обзор модели ну точнее даже не модели от двух моделей это у нас получается здесь автомобиль хорь и немецкая пехота это не совсем новинка но все же это новинка поэтому друзья обзоров данных моделей у нас было только обзор это на пехоту но обзор на хорь и у нас на канале не было поэтому я расскажу это новинка от компания 7 она вышла недавно вот в этом месяце буквально компания 7 я очень интересную вещь они объединили две модели в одну это очень удобно любителям строительства диаром то есть покупая одну модель вы сразу имеете и и автомобиль и пехоту так много еще расскажу про бокс арт он очень приятный красочный как вы видите это очень тоже интересно далее у нас коробка скопа картона 2 пакета слитника это первый пакет у нас автомобиль 2 пакет пехота и еще также нас две инструкции начнем друзья с обзора наверное давайте автомобиля начнем с инструкции на хоть хоть модификации хоть 108 тип 40 германский армейский автомобиль данная модификация выполнена с открытым тентом также у компании 7 есть еще одна модификация данной модели она еще сделана интересно что закрытым тентом вот поэтому тоже очень интересное решение посмотрите мне понравился вот я видел уже вот мы начнем с обзора с инструкции инструкцию компания 7 выполнены в виде журнала формата а4 на первом листе нас техническое описание и цвета которые необходимо использовать при окраске модели просто цвета не не в поле какой-либо палитре а название далее у нас идет обзор литников и прошло известно уже описание сборки модели друзья компания 7 очень хорошо выполнена инструкция уже проверяем проверено скажем так на себе достаточно подробно и поэтому при сборке модели у вас проблем возникнет не должно все детали в инструкции подписано на литниках также детали все подписаны то собирал тут не силовку другой фирмы там детали не были подписаны на литниках это конечно повозился сильно вот как видно как я уже сказала инструкция достаточно подробная сборка раму кузова внутренней части кабины еще обратите внимание получается что у нас дана немецкая пехота нас вооружением но в автомобиле также что интересно дано тоже еще вооружение поэтому любители как я уже сказал гарам могут варьировать вооружение я что-то интересненькое далее сборка продолжается у нас установка шанса инструмента и уже готовы вид модели трехмерная модель и непосредственно окрас модели данная данная модель нам дается в четырех вариантах исполнения это прибалтика лето сорок первого россия лето сорок второго россия осень 42 и россия лето сорок третьего далее обзор декали на декале у нас даны получается номера и и детали приборной панели данная декаль выполнена на новой бумаги наборе у нас достаточно большое количество литников сейчас я вам так вот покажу пакетик с прозрачными деталями вот большой литник с мелкими деталями начнем обзор с кузова так проливка кузова у нас хорошая решетка радиатора хорошо сделано ничто не все хорошо сделано следы толкателей находятся у нас внутри тут кузова тоже усмотрение части а это получается на нижней части далее у нас идет два литника это диски колесные тут также все хорошо на данных никак облона нет далее следующий у нас летник также с деталями кузова это у нас получается деталь собранного тента собранный тент вы можете приклеить к готовой детали так и сделать из бумаги сами сами бумага упаковочная вымоченная в клей пва очень хорошо имитируют тенты так дальше у нас получается летник скажем так с мелкими деталями вооружением вооружение пролит у нас хорошо то есть настолько хорошо что тут не будет видно ну что даже на ружьях курок его видно и он ничем не залит это очень хорошо мелкие детали прилиты все хорошо стыков пресс-формы нет обои также нет далее большой литник с мелкими деталями тут у нас получается пружины недостаток данной модели это наверно вот только можно назвать это пружинки небольшие потому что они выполнены из двух половинок что наверно будет проще заменить на проволоку самим скрутить и заменить тогда будет смотреться очень хорошо далее на смотрите еще еще интересно что данные дворники дворники у нас они влиты сюда вот в эту в панель поэтому аккуратнее при покраске можно случайно сломать мелкие детали прилиты данной модели очень хорошо обоих стыков пресс-форм данной модели нет ни долива также нет следы толкатели находятся на внутренних частях детали то есть их видно не будет далее это у нас будет литник с резиной для модели данной модели у нас пять колес четыре колеса и одно запасное так на данной модели у нас получается данных колесах протектор пролит очень хорошо облое нет потому что на резиновых частях бывает иногда облой но его кстати немножко расскажу как можно убрать на всякий случай вдруг кто столкнется когда есть такой проблемой данным данный летник нужно заморозить морозилки после замораживания это все очень хорошо убирается далее у нас маленький литничок это стекление очень хорошо мне очень понравилось вот далее друзья у нас будет обзор пехоты пехоты своя инструкция на двух листах двух листах глянцевых полноцветная печать формата а4 на данных листах у нас уже дана палитра ареволатомия потому что это новинка она прошлом году декабре вышла поэтому уже здесь даны вот это у нас здесь фотография литника здесь фотографии литника с вооружением здесь у нас получается сборка и окраска вооружения здесь у нас показаны детали как собраны такие детали нужно собирать и установкой какой солдат к оружию несет и также окраска вариант окраски вот дальше вот обзор трех литников 3 литника это у нас литник с вооружением один маленький литник это пулеметная лента и один летний с деталями самих солдат я уже делал обзор на данную модель сделал еще раз и расскажу вам вкратце пехота мне у компании 7 очень нравится проливка очень хорошая лица у данных данной модели не будет видно но фотообзор он будет он есть группе ссылка на фотообзор будет под видео указано так проливка как я вам уже сказал лица пролита отлично детали рук пролиты тоже хорошо пальцы у нас получается все пролито на отлично так стыков пресс-форм я на данной модели не обнаружил что очень хорошо для пехоты потому что у многих производителей везде это они очень часто встречаются так еще обращу внимание что у голов на головах уже одеты главные уборы то есть тут допустим этот солдат уже тут с волосами получается и только один солдат это у нас офицер получается но фуражка дана отдельно еще вот один солдат то есть данный как вот у одного солдата она получается шапка уже так у других солдатов без шапки так дальше у нас следующее обзор это у нас литник с пулеметной лентой пулеметная лента пролита очень хорошо поэтому каких-либо замен искать не нужно каждый патрон пролит очень хорошо она отлично это очень рада и деталь с мелкими деталями это у нас фляжки пистолеты и оружие оружие пролита очень хорошо так обои нет стыков нет ну даже сказать ничего плохого не могу все просто отлично так здесь у нас еще даны каски на данном литнике для тех солдат которые без головных уборов вот друзья вот закончу обзор всем спасибо за внимание пока пока